Всем привет и добро пожаловать на границу знаний. Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде. По их мнению, загадочные радиосигналы, исходящие из-подо льда, являются отражением космических лучей. Шумейкер и его коллеги проанализировали два странных события, которые были зафиксированы в 2016 и 2018 годах. Ученые провели тогда на Южном полюсе эксперименты при помощи импульсной антенны Анита. Они пытались зафиксировать лучи сверхвысоких энергий и нейтрино, поступающие из космоса. Для этого был использован массив радиоантенн, которые были подняты на воздушном шаре на высоту почти 40 километров. Сигналы были пойманы, только вот в двух случаях поступали они не из космоса, а из глубин Земли, причем делали это как бы по собственному желанию. Нейтрино – это чрезвычайно мелкие частицы, созданные в результате различных космических событий, например, при взрывах звезд и гамма-всплесках. Они существуют повсюду во Вселенной. Их размеры настолько малы, что они способны проходить сквозь любой объект, в том числе через здания и даже через людей. Это свойство легло в основу предыдущих объяснений. Например, некоторые предположили, что загадочные импульсы – это нейтрино, которые вошли в Землю с одной стороны, прошли через все ядро и вышли с другой стороны, не изменившись. Другие считали, что это стерильная нейтрино, существование которого предсказано лишь теоретически, а третьи винили во всем таинственную темную материю. Шумейкер и его команда дали более простое объяснение, которое может оказаться наиболее достоверным. По их мнению, аномалий вызваны не подземными нейтрино, а отражением космических лучей сверхвысоких энергий. Последние поступают на нашу планету, проходят сквозь лед верхнего слоя, а затем достигают слоя, известного как фирн. По сути, это слежавшийся многолетний снег, своего рода промежуточная стадия между снегом и льдом. Как правило, фирн представляет собой зернистую и частично перекристаллизованную породу, состоящую из связанных между собой ледяных зерен. Мы думаем, что виноват подлёдный фирн, говорит Ян Шумейкер. Это уплотнённый снег, который является недостаточно плотным, чтобы быть льдом. Таким образом, мы наблюдаем инверсии плотности в различных слоях, то есть там происходит переход от высокой к низкой плотности. По мнению исследователей, в условиях переменчивой плотности в глубоко лежащих слоях Антарктиды и может происходить отражение космических лучей. Они меняют курс и отправляются обратно ввысь, что и было зафиксировано антеннами. Когда космические лучи проходят через лёд при очень высоких энергиях, они рассеиваются внутри льда, на протонах и электронах, что может породить чёткий радиосигнал. По своей структуре он напоминает нейтрино. Кстати, была и другая гипотеза. Шумейкер и его коллеги рассматривали вероятность того, что лучи могут отражаться подлёдными озёрами, тоже находящимися на большой глубине. Однако эту версию они сами же опровергли. Поскольку подлёдные озёра слишком далеко разбросаны друг от друга, а фирн присутствует практически повсюду. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Пока!